Вы смотрите отзыв об отеле Q Premium Resort. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Карей Велла, который был в нем в 2012 году. Эздили от Центрального бюро путешествий, Санкт-Петербург, принимающая Solvex, нареканий нет. Отдельное спасибо Лапшиновой Светлане. Отель современный, сплошной китч, начиная от многочисленных лошадиных фигурок и заканчивая помпезными туалетами с дисплеями и стеклянным царь-цветком. Заселение прошло негладко. Турецкие ресепшионисты оказались несговорчивыми. Я так понимаю, что всех вновь прибывших селят на последний этаж высеченные тритры. Туда же угодили и мы. Правда, пообещали на следующий день посулили переселить. Предложенные варианты нас тоже мало устроили, пока не явились русскоговорящий работник и дело не пошло на лад. Получили просторный тритль, правда, с не очень большим балкончиком. Все чисто, сантехника работает, кстати. Это первый отель в Турции, где холодильник работал, как зверь, напитки холодны, купленная клубничка местами заморозилась. Уборка осуществлялась, как и везде в Турции, чисто для близира, пришлось получить горничную как щи варить. В отместку она утащила у меня оба халата в последний день. Кстати, в номере имеются качественные халатики и тапочки. Вид с балкона боковой, но море хорошо видно. Территория отеля мала, чем-то напоминает территорию Санис Йоврин Бич. Мне понравилась велакс-зона. Место можно было занять и в коконах, и в домиках. Вообще-то проблема с лежаками была, наверное, недолгое время. Специально засняла наличие вакантных мест где-то около 10 часов утра. Можно полежать и на травке, перекусить на обед в баре при пляже. Мы часто так и поступали. За отелем ухаживают силами немногочисленного персонала, к слову о сервисе. Стараются, официанты в основном ресторане работают уже слаженно, успевают, ожидание напитков составило максимум минуты 2-3, питание нормальное. По утрам предлагают фреш, но пакетированных соков не было, как таковых. Поставила оценку 4, поскольку есть с чем сравнить. Была клубника неплохая, сладкий арбуз, иногда и морепродукты. Один раз застала рыбу моей мечты, напитки. Пиво хорошее, приятные вина, больше не пробовала. Основной ресторан разделен на три секции, оставляет приятное впечатление. Кстати, всегда можно было найти место. Пока открыты два ресторана «Ля Карп», турецкий и итальянский. На минус втором этаже есть небольшая кондитерская со свежей выпечкой и напитками. Пляж галечный, не купались в море, но энтузиасты были даже среди детишек. На пирсе можно позагорать, но входа в море с него нет, доделывают. Несколько слов об анимации. Ребята стараются вовсю. Шеф анимации прется от себя и своего дела. Днем всякие забавы, игры вечером мини-диско, шоу с вими-силишками. Дискотека все как надо, народу много, поскольку среди отдыхающих нашего заезда. Было много молодых пар, компаний, молодежи, преимущественно женского полу. Огромный минус в том, что пока нет пляжного волейбола. В остальном все, как и везде. На минус втором также имеется спа. Все очень даже неплохо. Захотела взять садомазы пилинг, но так и не решилась. Рыбки остались без моих ног. Отдых удался, хочу подчеркнуть, что заплатила я за тур мало, поэтому за тысячу рублей в день получила достаточно. Погода была великолепная, по мне, не очень жарко, хотя и припекало, небольшой ветерок, небольшой дождик был лишь раз. Главное, ребенку было весело и уезжать не хотелось. Еще немного видов интерьера. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok